Не просто залипать в телефоне 24 на 7, а пользу какую-то оттуда, вытаскивать. Точник, действительно, цифровой век, он на все 360 градусов направлен, и дети информацию уже берут именно в интернет-поле, и не всегда достоверная там информация, и не всегда это истина. То есть подверженность есть, и она большая, особенно старше поколения. Потому что сейчас ходят слухи, что это новый вид мошенничества. И вы меня спросите, а в чем? Этим они просто пытаются привлечь ваше внимание и направить его на свою страницу. Они живут, исходя из этой информации. Десятый класс, с утра надо проснуться, быстро собраться и бежать. И начинаются уроки. В основном сейчас идет уклон на ОРТ, подготовка к ОРТ и так далее. И вот к предмету мы приходим, мы говорят, ОРТ это сложно, надо вот это, вот это, вот это выучить. Идите, учите. И так каждый день 6 уроков, свободное время общественной жизни, жизни школы. Нам сегодня проводят тренинг, очень интересный. Мне понравилось, как рассказывали про критическое мышление, про всякие инструменты, как воздействовать на человека с помощью медиа информации. И мы хотим все это потом рассказать своим друзьям, коллегам и вообще ровесникам. Мы читаем чаще всего статьи, которые вызывают у нас определенные чувства. Это не весь список, да, а примерный. Сострадание. Истории, которые вызывают у нас сопереживания, когда вы кого-то жалеете. Камила это ученица 10 класса, очень ответственный ученик, которая с большим интересом зашла в данный проект. Сейчас у них идет определенный этап, на котором она уже затрагивает не только школу номер один, а весь город Тухмух. Ну, они получаются тренерами и распространяют медиа грамотно среди сверстников по принципу равный-равному. Наиболее интересная и важная информация должна быть в начале, потом уже идет деталь, как я и говорил. Научить молодежь правильно пользоваться социальными сетями, правильно выводить информацию из медиа и освещать. Все равно начинать хотим с младшего поколения, с детей, с подростков, потому что к старшему поколению уже не постучишься и не скажешь, вы не правы, надо было вот так. Хотя бы 3-4 школы мы охватим. Пусть соберутся в одной школе 3 школы, но мы как-нибудь сделаем так, чтобы побольше человек об этом узнал. Первая важность проекта то, что у ребят расширяется круг общения, расширяется круг знакомых. Ребята переходят в дружеские отношения, они меняются между собой своими знаниями, своим мнением. Начинаются какие-то взаимные связи, связи не только внутри самого нашего города, но и между городами Кыргызстана. А далее это же идет уже между республиканском уровне. Вот это первоначальное. Когда идет общение, то естественно тогда качественные возникают идеи в любом же направлении. Но это лидеры, 4 лидера у нас. Я, Сагдиана Бахаудинова, Мухаммад Диор, Аджахунов и Салиев Алишер. В основном я отвечаю за то, чтобы они собрались, чтобы мы вовремя пришли, что-то какая-то информация сначала доходит до меня, потом до них. Я отвечаю за то, чтобы все были проинформированы и все было выполнено. Мухаммад Диор и Алишер, у них сейчас экзамены, им сложно, у них нагрузка большая, поэтому мы их сильно стараемся не нагружать. Но если вдруг вот такая какая-то возникает ситуация, что нужен мозговой штурм, какие-то интересные идеи, они вдвоем накидывают на раз-два. Это вообще Сагдиана в основном отвечает за медиа, за фотографии, за то, чтобы она была весела. Она тоже, она помогает мне по большей части. Никогда не ставила подножку, никогда не запрещала ни в чем. Даже сейчас вот она в 10 классе, у нас стоит выбор, на кого поступать. И я сама своему ребенку говорю, не бойся, поступай туда, куда ты хочешь. Не понравится, ты еще молодая, у нас будет возможность переучиться, бросить начать что-то другое, но ты должна найти себя в этой жизни.